Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос задается анонимно, соответственно, будем обращаться к человеку аноним. Мне 30 лет, встречаюсь с мужчиной, который старше на 17 лет. За полгода отношений он не выложил в социальных сетях ни одной совместной фотографии. Если мы где-то отдыхаем, он просит сфотографировать его одного, потом эти снимки выставляют. В социальных сетях не добавляют друзья, говорят, что не хочет смотреть на мои фотографии, где я с бывшим парнем, хотя таких фото у меня нет, о чем ему было сказано. Значит ли это, что он меня стесняется и для него наши отношения не серьезны? Нет, это означает, что вы тревожны, это означает, что вы не уверены в себя, это означает, что вы боитесь, боитесь, что вас используют, боитесь, что вас бросят, боитесь, что как-то придадут и так далее по большому счету. Вот. Потому что у самого человека может быть достаточно много мотивов так не делать. Это также может означать, вот, ну вот эта ситуация может означать также еще и то, что вы пытаетесь как-то вот бессознательно найти такого человека, встретить такого человека, который, ну, держится с вами, например, относительно странерно, да, который вот, ну, как-то вот держит дистанцию, так скажем, да, вот. А вы пытаетесь, ну, допустим, там, как-то вот добиться, да, от него чего-то в данном случае. Такая модель поведения часто бывает у людей, выбирающих себе в отношениях партнеров значительно старше их. То есть вот то, что вы выбрали такого партнера, то, что вы выбрали вот такого мужчину, мужчину, который, ну, настолько вас старше, да, 15 лет. Это вот... Больше именно... Больше именно про то, что вы пытаетесь добиться любви, нежели чем реально, на самом деле. Находитесь в отношениях. Может быть, может быть, конечно, я и не прав. Может быть, конечно, ситуация вовсе не такая. Но, судя по тому, что вы описываете, а именно два вот этих фактора, что, первое, человек старше вас на 17 лет. И, второе, то, что вы, может, сомневаетесь в серьезности ваших отношений. То, что вы в целом нацелены на серьезность отношений, а не на сами отношения, уже говорит о том, что вот, присутствует некоторая такая тенденция, некоторая такая направленность, скажем так, на то, чтобы добиться чего-то другого, не связанного с отношениями. То есть, ну, например, вот в данном случае добиться, там, добиться серьезности отношений. Допустим. Допустим. Как вариант. Вот. Вот. Это, как бы, такая вот история. И то, что вы пытаетесь сейчас спрашивать, а спрашиваете вы именно о том, означает ли это, что он стесняется, и означает ли это, что для него эти отношения не серьезные. Это же про вашу неуверенность себя. И про то, например, что вы пытаетесь в данном случае опереться на нас. То есть на себя опереться вы не можете, себе вы как-то вот не доверяете. Вот. Мышине, там, сказать о том, что вас волнует и беспокоит, вы не можете тоже. И, соответственно, вы обращаетесь теперь уже к нам. Вот. Поэтому здесь именно в таких вот аспектах нужно работать. Именно в тех аспектах, которые я озвучил. Еще один важный момент заключается в возрасте. То есть обратите внимание, вы говорите, что мне 30 лет, мужчина старше меня на 17 лет. Так? Как бы. То есть присутствует вот такой элемент возраста. Суть вот первая ваша вот правда. Мне 30 лет. Говорите вы как бы. И то, что вы так говорите, ведется вот о том, что тема возраста вас может волновать. То, что вы так говорите ведется вот о том, что вас саму возраст так не может беспокоить. Вот. Необходимо понимать следующее. Что для вас, какое значение для вас имеет волну. Необходимо понимать следующее. Что для вас означает волну. Именно вот как бы. Для вас какое значение имеет. Вот. Сейчас вы этого пока что не понимаете. Не понимаете. Вероятнее всего. Вероятнее всего. Сейчас пока что вы этого не понимаете. Вот. Но. То, что это нужно понять. Совершенно очевидно на мой взгляд. Вот. Это полезно будет и для вашей жизни в целом. Вот. Потому что. Может быть. Именно вы. Сами. Вот. Как раз. Такие. Стесняетесь. Да. То есть. Не мужчина стесняется. Как вы. Вот. Сейчас. Например. Говорите. Да. А вы. То есть. Про стеснение. И про несерьезность. А. Например. Ваши. 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 Отношения. С ним. А. Это. Очень. Похоже. На. Так. Скажем. Проекцию. То есть. Вот. Что такое. Проекция. В данном случае. Да. Это. Присваивание. Другому. Человеку. Того. Что. Вы. Чувствуете. Сам. Вот. Это. Именно. Вот. Что. Такое. Присвоение. Получает. И. Именно. Это. Делаете. Вы. Присваиваете. Человеку. Вот. Ну. Необходимо. Здесь. Если. Это. Действительно. Так. Необходимо. Это. Дифференцировать. Чтобы. Вы. Не. Вами. Не. Трату. На. Это. Большое. Количество. Энергии. Которое. Тратится. Печал. Ну. И. Обратите. Внимание. Да. На. То. Что. Когда. Вас. Это. Успокоит. Когда. Вас. Это. Тревожит. Вот. Вы. Уже. Как-то. Вот. Не. Наслаждаетесь. Отношением. А. Больше. Как-то. Вот. Переживаете. Именно. по поводу. Того. Что. Мужчина. Тесняется. Или там. Для него. Отношение. Несерьез. Да. То есть. Как-бы. Получается. Что. Не. Совсем. Нацелены. Именно. На. То. Чтобы. Как-то. Вот. В отношениях. А. Получается. Что. Вы. Нацелены. На. То. Чтобы. Ну. Что-то доказывать. Опять же. Человек. Это может. В общем-то. Почувствовать. Человек. Это может. Ощутить. Отреагировать. На. Негатив. И. Если. Вы. Допустим. Боитесь. Чего-то. Ну. Например. Что. Опять-таки. Вас. Могут. Бросить. Например. Да. Или. Что. Опять-таки. Что-то несерьезное. Допустим. То. Вот. Такой. Модель. Поведение. Вы. Как бы. Провоцируете. Человека. Провоцируете. Человека. Человека. На. То. Чтобы. Подтверждать. Ваше опасение. Человека. И. В итоге. Вам. Просто. А. Кажется. Как бы. Что. Были прав. Относительно. себя. Например. Вот. Это. То. Что. В психологии. Принято. Называть. самозбывающимся. Пророчеством. Вот. Когда. Человек. Вроде бы. Очень. Сильно. Чего-то. Не хочет. Когда. Человек. Вроде бы. Чего-то. Достаточно. Сильно. Боится. Человек. В итоге. Получается. Именно. То. Чего. Напасает. Потому. Что. Действия. Совершенные. Так. Скажем. Из. Чувства. Страха. Вот. Его. Действия. Ну. Как бы. Приводят. Именно. К тому. Результату. Который. Человек. Пытается. Не допустить. Которого. Человек. Пытается. Не допустить. Вот. Поэтому. Чем быстрее. Вы. Из. Этого. Так. Скажем. Порочного. Круга. Сможете. Выйти. Чем быстрее. Вы. Этого. Порочного. Круга. Вот. Тем. Лучше. В принципе. Будет. для вас. Вот. Ну. Тут. Требуется. Работа. На что. В первую очередь. Я бы. Именно. В контексте. работе. Обратил. Ваше внимание. На что. Ну. А. Пожалуй. Тот. Факт. Что. Вы. Вы. Выбираете. Или. Выбрали. Мужчину старше себя. Говорит о том. Что. Как бы. Со. 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 Вам неинтересно. Вот. Ну. Они вас не привлекают. Вам с ними скучно. И так далее. Да? То есть. Вы такая взрослая. Слишком. Большая взрослая. Слишком большая взрослая. Говорит о. О. Доминировании. Доминировании. Интеллектом. Над чувством. И. Я бы. Не сказал. Что это. Прямо. Что это. Хорошее. Я бы. Я бы. Не сказал. Что это. Что это. Полезное. Нет. Интеллект. Нужен. Конечно. Интеллект. Важен. И. Конечно. Это все. Очень. Как бы. Полезно. Для вас. Безусловно. Но. Есть одно но. Объяснивая свои чувства. Да? И. Тем самым. Вот. Уходя. Как-то. В. Контроль. Например. А то что вы делаете. Это именно вот что. Уход в контроль. Вот. Так вот. Уходя в контроль. Вы свои чувства подавляете. И. Чем сильнее вы свои чувства подавляете. Тем. А. 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 Ограничивая себя. В. В. Возможностях этого. Этого. Как-то. Например. Я могу. Ах. А. От. Проявить. Свои чувства. Только вот. С мужчиной. Ну. Допустим. Только с сильными мужчиной. Говорите вы. Например. Ох. Как вариант. Только с сильными мужчиной. Сильный мужчина это как раз тот, кто старшего, то есть отец, который вас защитит. Понятно, что может быть вы не видите меня на это, но вот если вы ищете у человека защиты, если вы ищете у человека целенаправленно заботы, если вы ищете какого-то такого спокойствия можно сказать, то это именно про данный аспект. А правда в том, что мужчина это не отец ваш, не родительская фигура. Вот. Мужчина это мужчина, даже если он старшего, это в принципе не так важно, да, но как мне кажется случаем. Вот. И соответственно вам, что вот нужно здесь, на мой взгляд, да, разграничиться, то есть отграничить одно от другого, чтобы не путаться. Вот. Но то, что вы можете реально для себя вот в этой ситуации сделать, то что вы можете для себя сделать на самом деле, как мне кажется, это позволять себе, именно позволять себе выражать свои чувства. Не только с, ну, мужчиной определенного, определенного мужчиной определенного типа и так далее, а именно вот как бы делать это тогда, когда хочется вам, например, имел. Да. Вот. То есть немножко отпустить контроль. Не знаю, замечаете вы или нет, но то, что вы делаете, то, что вы делаете сейчас, да, это по большому счету тоже контроль. Вот. То есть это обслеживание каких-то моментов, интерпретация, да, попытка понять человека, вот. Вместо, условно говоря, вот, там, ну, коммуникация прямой, да. То есть я хочу, там, с тобой, с тобой, допустим, на фотографию, ну, к примеру, да, и так далее. То есть, ну, совершенно как-то. Обычная самая такая, можно сказать, простая прямая коммуникация. Вот. Вы же, вот, по сути, цитирую вас, да, о чем ему и было сказано, говорите вы. То есть это звучит как, вот, аргумент, как какой-то довод, как какой-то, как какая-то заготовка, понимаете. Вот. То есть, может быть, скорее всего, это искренне было. Я верю. Верю, верю в то, что это искренне было. Но правда заключается в том, что восприниматься человеком, это может совсем иначе. не так, как, вот, вы это видите и чувствуете. И именно поэтому так важно выходить на более искренне, на более такой вот, ну, прямой, что называется, уровень коммуникации. Вот. Официал это больше, вот, что-то такое, вот, ну, формальное. Вот. Вот. Это не то, чтобы, прямо, прямо, плохо очень. Вот. Это просто, может быть, ну, не совсем, а тем, что вам хочется. Вот. Понимаете? Это могла. Такой ответ я могу вам дать. А с чем-то, вы согласитесь, кореньцию, крышу, с чем-то нет? это нормально но надеюсь что в любом случае пищу для размышлений вы получили на этом все буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать работу над собой если вы хотите я же со своей стороны желаю вам всего самого доброго удачи и надеюсь что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена если не с этим мужчиной то с другим кого вы встретите например после прохождения терапии после прохождения психотерапии если вы встретите мужчину и соответственно с ним уже сможете построить некоторые более здоровые отношения например или с данным мужчиной вы сможете выстроить такие же здоровые отношения то есть это не значит что все у вас ничего не получится с человеком нет ни в коем случае может получиться просто сейчас вам нужно несколько на мой взгляд изменить свою модель поведения вот вот удачи вам всего самого доброго обращайтесь